Доброе утро, друзья! Просыпайтесь вместе с хорошими новостями! Новое утро с вами на часах 6 утра. Сегодня 4 октября в студии Жаргалма Бадмаева. И это утро будет по-настоящему добрым, милым и пушистым. Ведь в гостях у нас сегодня Алена Григорьева, Ирина Курлаева, волонтеры движения «Право на жизнь». И они пришли не одни, а вместе со своими товарищами. Котенок Люк и щенок Варежка. Я правильно назвала? Да, да, все верно. Всем привет, привет! И сразу такой вопрос, почему такие у них имена? Привет, малыш! Варежку муж назвал Варежкой, потому что она рукавички таскает, потому что у нее варежка на лапки, да? Привет! Он как будто бы боится, да? Ну она да, стрессует немножечко, конечно. А почему Люк? Потому что фамилия Скайуокер? Видимо, потому что очень уж необычно. А можно у меня кого-нибудь забрать? Как они вообще любят других незнакомых, чужих людей? Люк абсолютно всех любят, по-моему. Это мальчик, девочка? Это мальчик. Ну, давайте присядем. Давайте присаживайтесь. Мне кажется, они немножечко боятся камер вот этих всего света. Ну ничего, я думаю, скоро привыкнут. Ну, вы знаете, мы здесь не случайно встретились сегодня, ведь праздник, Всемирный день защиты животных. Вы вообще этот праздник как отмечаете? Как его проводите? Может, каким-то акциями, я не знаю? Что делаете у себя? Да, как-то обычно ничего у нас, как всегда, будни. Будни. Может, чем-то кормите их, я не знаю, по-другому какие-то устраиваете праздник для своих животных. Нет, находите новые семьи. Вообще, расскажите про свой приют, про свое волонтерское движение, точнее, право на жизнь. Наше волонтерское движение, ну, как бы как и все, пристраиваем, подбираем, лечим. Животных очень много, очень много брошенных, очень много с улиц забираем. И отказываются, как бы, и все много дома найти, всех жалко. А вообще, есть какая-то у вас статистика, сколько за вот этот год прошедший вы подобрали животных на улице? У нас, Алена, в основном по статистике. Помимо тех животных, которые у нас попадают в отлов и мыщем новых хозяев, у нас порядка щенят, кошек, котят, около 150 за год. А если учитывать тех, которые в отлов, то это практически 700 животных. То есть это, как правило, какие-то, скорее всего, животные, у которых были семьи, да, их бросают? Или это какие-то безответственные люди, у которых появляются котята, щенята, они просто их выбрасывают? И так, да, по-разному бывает. Бывают брошенные просто, действительно, люди переезжают, уезжают, бросают животных. Бывают и уличные, там, собачки, у которых, допустим, нет семьи, а щенилась мы нашли, увидели, приехали, забрали, ищем дома. Скажите, вот, а почему вот именно вы привезли люка и варежку? То есть вы для них как-то подыскиваете семьи? Да, конечно, мы их пристраиваем и люку ищем дома. Давайте расскажем историю про, вот, про люка, потому что, я думаю, что наши зрители, сейчас посмотрев, может быть, в эти милые-милые глазки, в эти черные, на эти черные ушки, лапки, захотят себе забрать его домой. Расскажите, как вы нашли люка? К нам обратилась женщина. Она отбила котенка от собак. У него была сломана лапка, он был очень-очень худой, экстренно. Поехали, забрали, отвезли в клинику, у него был застарелый, очень сложный перелом лапки. Сделали операцию ему, сделали переливание крови, потому что он бы не выжил без переливания крови. Боже мой, ты какой в рубашке родился. Потом он очень захотел жить, после операции он резко пошел на поправку, и прошло 10 дней, и вот он уже вот в таком вот бодреньком состоянии. Ничего себе! Ты смотри, как жизнь ты любишь! Молодец какой! По нему даже и не сказать, что он прошел такие испытания. У обычного человека даже столько не бывает испытаний какого-то смелого, крепкого котеночка. То он просто все делает, да. А какой он? Он спокойный, игривый. Вот я смотрю на него, он какой-то спокойный. Он очень шустрый, он сейчас у меня на передержке находится. Он очень шустрый, он очень игривый, он буквально вообще не хочет один сидеть. Он играет и с кошками, с взрослыми, и с собаками. То есть он такой очень активный, очень игривый котенок. Дорогие зрители, посмотрите, пожалуйста, на этого котенка. Его зовут Люк. Он очень игривый, он очень смелый, он очень отважный, такой настоящий борец и воин. Он, не знаю, мне кажется, не просто так смог выжить, чтобы вот у него появилась новая, лучшая жизнь. Друзья, товарищи, Люк ищет семью, пожалуйста. Обратитесь куда, кстати, по какому номеру телефона можно звонить к вам? Можно звонить 8-914-634-6906. Хорошо. Мы ее можем доставить, можем, ну, как бы, в принципе... Привезти все сделать. А вот варежка, ой, скучаясь, сидит, зевает. А она что? Как она попала к вам? Как вы ее спасли? Так, ну, варежки такая трагическая история тоже. В общем, от папы и мамы, ну, у них, как у всех, как папа, мама, отказались, хозяева, отказались, сдали в приют. Варежка, кстати, очень на папу похожа. Мама... Ну, а когда приехали забирать, и там оказалось еще два щенка. В общем, они их всучили, этих щенят, вместе с родителями. Отпазались, сдали в приют. И... Собаки, ну, как бы, некоторые очень тоскуют по хозяю. Их мама, получается, умерла через 3 дня в приюте. От тоски? От тоски. О, боже. Она не ела, не пила. Ну, в общем, от тоски умерла. И когда мы увидели, начали маму забирать, они вместе с ней же сидели в одном вольвере. Маму, когда начали забирать, они ищут брать. Схватили за хвост, в общем, и бежали за ней, за мертвой мамочкой своей. И поэтому я их забрала обоих на передержку. Мальчика-то, конечно, быстро забрали. Варежка такая. Я вот смотрю на вас, вы вот со слезами на глазах это рассказываете. Мне кажется, нужно иметь очень... И вот вы тоже плачете. Я одна такая бессердечная, сижу, не плачу. Просто я... Честно, у меня мурашки по коже. Но мне кажется, чтобы вот делать это дело, которое вы сейчас чем занимаетесь, нужно иметь просто большое сердце. И, не знаю, вы настоящие ангелы-хранители. Ой, вы плачете. Сидите, можно я вас обниму? Боже мой, давайте я вас тоже обниму. Ну, плачьте. Это же слезы счастья, радости. Вы спасаете животных. И я вами так восхищаюсь, потому что у меня не настолько, наверное, большое и отважное сердце, как у вас. Потому что это... Нужно иметь такую силу, чтобы всех спасти, помочь. И расскажите про варежку. Какая она? Она, по-моему, такая какая-то... У меня очень грустный глаз. Варежка тоже очень шустрая. Варежка это собака-компаньон. Она не может долго сидеть одна. Она тоже находится у меня на передержке сейчас. Если оставляешь ее в доме одну, выходишь на улицу, она начинает сидеть, смотреть на дверь и плакать. Потому что, ну, вот этот, хотел сказать, человек... Ну, да, для нас они такие же люди. Братья наши меньшие. Ну, а мы с вами сейчас прерываемся на нашу рубрику «Погода». В эфире прогноз погоды. Ну, а что у нас остается неизменным? Ну, так это погода. Температура со вчерашнего дня особо не изменилась. С утра температура воздуха составит минус 3 градуса. Днем также прогреется до 4-5 градусов. И на сегодня моя соведущая, также Надежда Семенова, стилист-психолог. Встречаем Надю. Привет, Надя! Слушай, я вот вчера не могла удержаться, и мне очень понравился жакет. Так как ты сказала, что это про женственность, я решила быть всегда женственной. Скажи, вот угадала я или нет? Нет, не угадала. Сегодня четвертое число. Так как у нас погода стабильная, и сегодня мы транслируем тоже стабильность, решительность и властность. Никакой женственности. Никакой женственности. Можно я посмотрю, пожалуйста. Так, ну что это у нас здесь? Просто классический костюм. Да, просто классический костюм. Он сразу говорит сам за себя. То, что я произнесла, по-моему, он очень хорошо транслирует. А то, что вот он темный, он и должен быть темным, да? Да, это некая решительность, да, и мужественность. Сегодня должны быть все такие немного собранные. То есть никаких принтов, ничего, каких рюшек, бусы. Да, сегодня, кстати, можно принять очень важное решение для себя, для своей жизни. Очень хороший день. То есть одеваем какой-то классический костюм, остаемся стильными, прекрасно. Спасибо большое, Надя. Ну, а мы с вами увидимся завтра. Новое утро продолжается. Несмотря на пасмурную погоду, на улице хорошо, я бы сказала, что даже свежо. А в нашей студии сейчас очень уютно, тепло и мило. Ведь в гостях у нас сегодня Люк, Варежка, а также Алена и Ирина Курлаева. Волонтеры движения «Право на жизнь». И я вам сейчас хочу предложить сыграть в одну игру. Угадай, кто. Мне кажется, вы сейчас, увидев просто даже части вот этих маленьких картинок, поймете, кто на экране. У нас сейчас на экране появятся породы собак, самых популярных в мире. Мне кажется, вы знаете их все. Давайте попробуем? Давайте. Давайте сейчас. Экран. Немань на экран. Овчарка немецкая. Правильно. Вот, да, это немецкая овчарка. Расскажите, пожалуйста, про немецких овчарок. Вообще к вам попадают такие популярные собаки? Попадают, есть, конечно, бывает. А от чего их оставляют? Почему? Они чаще всего убегают. И попадают в отлов именно потому, что бегают беспризорно на улице. А вообще они агрессивные? То есть они могут прям напасть? Нет. Немецкая овчарка навряд ли нападет на человека. У них есть такая особенность, их нельзя закрывать в вольерах и держать на цепи. Они начинают нервничать и даже, ну, как бы, как сказать, психические у них расстройства начинаются из-за этого. Ну, насколько я знаю, вот эти овчарки часто становятся кинезиологами. Кинезиологами, а кинологами, правильно? Кинезиологические. Кинезисты, это же другое, это, который вот сел, я уже что-то все перепутала. Хорошо. Служебная порода в основном. То есть самая вот такая вот порода, которая будет хорошо служить. Отлично. Ладно, поехали дальше. Это такса. Как вы это угадываете? Я бы в жизни не догадалась, да. А таксы к вам тоже попадали? Таксы тоже бывают, да. Как я вообще понять не могу, такие породистые собаки даже и их бросают? И таксы бросают. И бросают, и они же маленькие. Люди думают, что если они маленькие, то можно их просто так отпускать, побегать, и они прибегут обратно. А собака их собака, она должна ходить на поводке. И, возможно, случайным образом, да, они убегают, и потом... Да, они же все-таки считаются охотничьими собаками. Поэтому у них должен быть определенный рацион, расписание дня, чтобы они много бегали, чтобы они свои... То, что кровь их зовет, чтобы они это делали, иначе они будут... Поэтому, дорогие зрители, не отпускайте своих животных без поводков, иначе вы можете их просто потерять. Конечно, да. Давайте дальше. Шпиц? Да, шпиц. Это такая крохотулечка, пушистая, прям как пончик. И эти тоже попадают к вам? Нет, шпицовки не было ни разу. Ну, что-то понеси, да, бывает понеси. А вот про них вы что можете сказать? Это такие маленькие, вредные, пушистые животные, нет? Ну, мне кажется, да, они немножко вредные. Малыши, они вообще, да, они вообще малыши, мне кажется. Маленькие собачки, они все немножко злые. Большие, крупные, наоборот, крупные, спокойные. То есть мелкие, злые? По-моему, где-то я читала, как его, гладкошурсные вот эти маленькие, как они считаются самой злой породой? Вот это именно маленькая собачка. Ага. Это большая. Да, я тоже люблю больших. Вот это вот, я вот как бы так могу погладить, но типа, не-не-не. Они большие, в основном добродушные. Все в основном большие. Чем крупнее собачки, тем добрее. Ну ладно, со шпицами мы все поняли, дальше. Ой, а что, что? Ой, а только то. Только вот это я не могу. Корги? О, да! Алена, как вы это делаете? Я понять не могу. Корги говорят, что это одна из самых умных собак, да? Корги. Корги-то пастушьи, по-моему, насколько я знаю. Они такие очень умные, послушные. Они выглядят как пастушьи собаки. Ну вообще, что вы можете посоветовать нашим зрителям, чтобы вот все-таки вот они решились взять животное к себе домой, но потом со временем поняли, что вот не справляются. Вот как вот осознанно подойти к тому, чтобы завести себе друга? Питомца. Что нужно в первую очередь понимать зрителям? Ну если, допустим, с кошечками, это, конечно, проще, собак сложнее, особенно если берешь квартиру. Это нужно понимать. Во-первых, человек должен быть активным сам по себе. Нужно вставать рано, нужно выгуливать собаку, нужно выгуливать, причем не один раз, а как минимум два-три раза в день. То есть человек, если понимает, что он ленивый, собаку уже брать не стоит. Но я напоминаю, что сегодня у нас Всемирный день защиты животных, и наши корреспонденты приготовили специально на эту тему сюжет. Далее рубрика «В контексте». Знакомьтесь, это Степан, немецкая овчарка, ему три года. К нам он приехал. Вообще, это подарок на 8 марта мне с Иркутска. Знакомая позвонила, сказала, встречай, там едет Степа. Мы думали человек Степа встречать. Пришли к вагону, а там щенок. Немецкая овчарка – это универсальная порода. Она как и компаньоном может быть, так и служеб нести. Очень хорошие собаки, послушные. Ну, без человека ему никак, он не может один. То есть немецкая овчарка выводилась для того, чтобы для службы человека. Это служебная собака. То есть они и мины ищут, преступников задерживают. Мы занимаемся племенным разведением. Наши щенки служат и в МВД, и в таможне. Мне кажется, Степа что-то хочет сказать. Он может голос подать? Скажи. Громко скажи. Хорошо. Он, кажется, признается вам в любви. Знакомьтесь, это Тадж, маленький щеночек среднеазиатской овчарки. Он же Алабай. Самая грозная, как многие считают в нашем городе, страшная собака. На самом деле, это очень такой ласковый-ласковый котеночек, к которому надо тискаться, нежиться. Ну, во-первых, эта собака независимая сама по себе. То есть она достаточно умная, интеллектуальная, очень много думает. Чмок. Чмок. Ай, молодец. Олеся сказала, что это щеночек. Он такой милый. Мамочки. Я его все равно боюсь. Я не знаю, он милый. У него, кстати, один минус все-таки у него есть. Очень много слюней. Позвоня вообще животное любое, неважно, собака или кошка, птичка, хомячок, крыска, то есть вы должны понимать всю ответственность, которую вы на себя берете. Когда у нас люди будут именно понимать, что животное – это не просто красиво, что это ответственность, тогда у нас и меньше будет выкинутых на улице животных. И никогда не дарите детям питомцев. Это самый большой минус, что делают родители для детей. Потому что ребятишки не несут ответственность за животных. Я как бы, получается, с детства занималась в секции на ипподроме. Ну и любовь у меня уже с детства эта. Ну мы работаем с детьми. Дети, у которых сколиоз, у которых задержка речи. Ну чтобы вот была какая-то эмоция. Это животное дарит и радость, и эмоции. И потом, понимаете, у лошади аура положительная. И вот возле лошади, когда человек находится, он отвлекается от всего. Когда начинаешь работать с животным, когда ты заводишь животное, ты начинаешь о нем заботиться. У тебя появляется чувство как-то заботы, ответственности, сострадания. Когда вот человек общается с животными, он видит мир иначе. Как говорил великий Мазовер, он говорил, что если ты можешь не заводить собаку, не заводи. Если ты можешь заводить собаку, не заводи. Но если ты жить не можешь без собаки, тогда заводи. Ну, животных надо любить. Новое утро снова с вами. Продолжим его хорошими новостями нашей республики. Чем нас порадовали земляки, узнаем прямо сейчас. Боксеры из Бурятии защищают честь Родины на чемпионате России по боксу. Родна Цибиков и Баир Батлаев уверенно выиграли свои первые поединки. Соревнования стартовали 29 сентября в столице Забайкалья. В весовой категории до 51 килограммов Баир Батлай победил спортсмена из Орловской области. Поединки весовой категории до 60 килограммов Родна Цибиков со счетом 5-0 выиграл боксеры из Оренбургской области. Отметим, что призовой фонд чемпионата России составляет 26 миллионов рублей. Золотые миналисты получат по 1,5 миллиона рублей. Серебряные по 250 тысяч. Бронзовые по 125 тысяч рублей. Финалы запланированы на 8 октября. Болеем за наших. Верим в нашу победу. На Байкале фридайвер нырнул на глубину 100 метров. Очередной рекорд поставил 24-кратный чемпион мира по фридайвингу Алексей Молчанов. Обладатель серии рекордов Гиннесса погрузился на 100 метров в глубину. Это высота 33-этажного здания. Погружение длилось 3 минуты. Кстати, это не первая победа Алексея. В марте 2021 года он также установил действующий глубинный рекорд озера, погрузившись на 80 метров под байкальский лед. Бурятия попала в проект «Футбольная страна». Теперь в небольших городах и поселках России от Калининграда до Камчатки появится 30 обновленных футбольных коробок. Всего в проекте примут участие 27 населенных пунктов России. В их число вошли поселок Новый Уаян Северо-Байкальского района и поселок Токсимо Муйского района Бурятии. Там футбольные коробки модернизируют в 2023 году. Кстати, Новый Уаян население около 3000 человек. Стал самым маленьким населенным пунктом, попавшим в проект «Футбольная страна». Самым крупным участником стала Чита. Там проживает 350 тысяч человек. Озера. Привычная многим из нас часть пейзажа. Согласитесь, очень приятно в жаркий летний день поваляться на травке на озерном берегу. Послушать пение птиц, посмотреть, как волны набегают на берег. К тому же, озера при скромных размерах, большинство из них представляет собой чрезвычайно важный элемент гидросферы. От прудов и водохранилищ озера отличаются тем, что они имеют природное происхождение. Байкал держит пальму первенства по многим параметрам среди озер. Он является самым глубоким и самым большим из них. А также, весьма вероятно, самым древним, хотя последнее пока неизвестно со стопроцентной точностью. Воды Байкала славятся своей чистотой, но тут с ним может поспорить расположенное в Японии озеро под названием Машу. Воды Машу настолько чисты, что видимость в глубину в солнечный день превышает 40 метров. Воду из Машу можно безбоязненно пить. Озера есть не только на Земле. К примеру, они имеются на Титане, спутнике Сатурна. Правда, там они состоят отнюдь не из воды. На острове Тринидад есть озеро, состоящее не из воды, а из жидкого асфальта. Причем местные жители используют этот асфальт по назначению. Они добывают его из озера и укладывают на дороги. Очень примечательно одно расположенное в Австрии горное озеро под названием Грюнер. Обычно его глубина не превышает пары метров. Но по весне из-за таяния снегов его уровень поднимается еще на добрые десяток метров, затапливая окрестный парк с деревьями, скамейками и всем остальным. Именно в весеннее время дайверы со всего мира любят поплавать в водах Грюнера. Это были интересные факты обо всем. Увидимся в новом утре. Новое утро снова с вами. Со мной мои прекрасные гости. Напоминаю, что сегодня Всемирный день защиты животных. Алена Григоева и Ирина Курлаева представляют волонтерское движение «Право на жизнь». Ангелы-хранители всех брошенных и бездоленных животных. Расскажите, девчонки, можно вас так называть, как вообще возникла идея создания этого волонтерского движения? Почему вы вообще стали волонтерами? Мне кажется, что быть волонтерами – это призвание, как быть врачом, учителем. Все возможно, потому что изначально просто была группа людей неравнодушных, которые создали свою небольшую группу в Вайбере. Там просили помощи, публиковали фотографии, пытались пристроить животных, собирали по силам, получается, средства, чтобы стерилизовать, вылечить кого-нибудь. Потом, когда народа стало больше, разрослось наше маленькое дело, решили дать название. Долго думали, какое может быть название. Придумывали и по породам собак, и по кошкам, и по собакам, и английские названия, и русские названия. Потом просто спонтанно, так и препятствуют. Скажите, то есть к вам, вот сюда, ваше движение, может любой желающий вступить? Ну, как бы, если человек неравнодушный, конечно. Такие критерии есть отбора? Нет, как-то нет. Самое главное – это любить, наверное, животное на свое дело. Любить, бескорыстно помогать животным. Друзья, если вы тоже так же хотите помогать, как Алена и Ирина, то вы можете позвонить по этому номеру и стать волонтером движения «Право на жизнь». Ну, а мы продолжаем наше утро. Я думаю, что сейчас пора проснуться, взбодриться. Далее предлагаю посмотреть нашу рубрику «Трицепс». Всем привет, это рубрика «Трицепс». С вами Александра Кузьмина. Как говорится, в здоровом теле – здоровый дух, движение – жизнь. А глаза наши – это зеркало души. За ними нужно тщательно следить. И сегодня мы будем делать гимнастику для глаз. Правда, мне здесь чего-то опять не хватает. Где мой рабочий инструмент? Трунь! Какие чудеса вы посмотрите! Итак, всего одна минута в день, и вы можете улучшить свое зрение. Или хотя бы не запустить его. Итак, первое упражнение. Нужно напрячь сильно боковую мышцу и внутреннюю мышцу. Поэтому смотрим мы вбок. При этом максимально смотрим вбок и держим напряжение в течение 20-30 секунд. Смотрится примерно вот так. Оп! И держим, 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 держим. Это может с непривычки показаться тяжело, но нужно это делать постоянно, и все пройдет. Также делаем в другую сторону. Вбок. И держим, 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 держим. Это я вот так смотрю на людей, которые мне не нравятся. Держим, держим, держим секунд 20-30, и возвращаемся на исходную позицию. То есть туда немножечко посмотрели и повернули. Еще раз посмотрели взлобно вот так и повернулись. Итак, делаем 3-5 раз. Затем будем делать неприятное для многих движение. Это скашиваем глаза на кончик носа. Ничего особенного тут нет. Это упражнение умеют делать все. Итак, скосили глаза, вот так, и смотрим на кончик носа тоже секунд 30. Это, кстати, тоже с непривычки. Может показаться непривычно. Но вот важно именно сконцентрироваться на кончике носа. Вот если у вас такой же большой нос, например, как у меня, вы можете увидеть все несовершенства кожи. Итак, глаза могут немножечко заболеть, могут быть небольшие болезненные ощущения. Но после того, как вы в течение 30 секунд сосредоточьтесь на кончике носа, у вас наступает такое, знаете, легкое расслабление. И со временем уже припекаешь и становится как будто бы даже приятно. Вот помните, нам всем в детстве говорили, что нельзя делать вот так, потому что можно остаться косоглазым. На самом деле все это мифы. И наоборот, так быстрее происходят восстановительные процессы. И от этого ваше зрение будет только улучшаться, как бы это ни было странным. Ну и круговые движения глазами. Думаю, многие помнят это еще со времен школы. Опускаем глаза вниз, вверх, вверх смотрим так, как будто, знаете, вот хотим заглянуть себе прямо вот туда, вот в мозг. Вправо, влево опять смотрим на врагов и недоброжелателей. И потом проделываем круговые движения. Может даже показаться, что у вас слегка кружится голова. Вот так. Можно сделать небольшой перерыв, поморгать, допустим, глазами. И продолжаем смотреть на врагов. Задержали. Задержали. И делаем круговые движения. Так тоже повторяем. Три-пять раз и заканчиваем. Ну и мое любимое упражнение называется шторки. Это частое форсированное моргание в течение двух минут. Вот так. Вот так, знаете, как будто вы испугались. Вот так вот. Как бабочка. Не знаю, правда, почему бабочка и делают ли бабочки так вообще, но да ладно. Вот. При этом важно сильно не жмуриться. То есть избегаем вот таких движений. Вот так вот чуть-чуть. Ну как бабочка. Такое упражнение помогает увлажнить глаза и тоже улучшает ваше зрение. Вот такая минутная зарядка поможет сохранить молодость и зоркость для ваших прекрасных глаз. Это был Трицепс. Будьте здоровы! Итак, с добрым новым утром вас, друзья, как ваше настроение. Надеюсь, что оно, как и у нас, самое позитивное и прекрасное. Со мной мои уже любимые гости. Это Варежка. Ой, нет, вот Варежка, вот Люк. А также Алена Григорьева и Ирина Курлаева, волонтеры движения «Право на жизнь». Напомню, что тема нашего выпуска – Всемирный день защиты животных. Мы уже обсудили самые важные, ключевые моменты. Девчат, давайте сделаем такой вот вывод, заключение. Куда обращаться, по какому адресу? И зрителям какое-то напутствие, чтобы никогда они не бросали своих братьев меньших, чтобы если они видели животных, брошенных в коробках, в пакетах, чтобы они спасали их, куда-то увозили, привозили. Ну, вот какие-то шаги, действия, давайте, расскажите нам. Куда обращаться? Можно позвонить по номеру, либо медведчику 18А приехать в приют, выбрать собачку себе. Если нужен котик, то также можно обратиться по телефону, позвонить. Предложим разные варианты. И мальчики, и девочки, и взрослые, и маленькие. Также и собачки из всяких разных калибров. Я напомню, что сейчас в приюте находится около 1200, больше тысячи домашних животных, поэтому, друзья, можно приехать, выбирать и сделать счастливым вот кого-то из них. Да? Давайте какие-то советы, может, дадим нашим зрителям, чтобы вот ни один зритель никогда даже в голову не пришло выбросить своего вот друга на улицу. Нужно обязательно, в первую очередь, стерилизовать, чтобы не было ни течек, ни плодились. Тем более дворняжки, не дворняжки, да любые, в принципе, лучше стерилизовать, и для животного, для здоровья лучше. Ну, если уж получилось, что окатилась кошечка или, допустим, собака щенилась, нужно пристраивать тогда хотя бы, а не выбрасывать в коробках, потому что мы очень часто встречаем, к сожалению, такую, как сказать, безалаберность человеческую по отношению к ним, бросают в ногу животных, конечно. Но и отказывается, и много бросают. Алена, вы что можете сказать? Ну, я могу сказать, что что у кошек, что у собак век не очень долгий. 10-15 лет – это максимум. Я думаю, то, что человек может позволить себе взять друга на такое время, дать ему любовь, дать ему заботу, в ответ получить. Вот такое вот тепло, что дома будет кто-то ждать, дома будет встречать, не будет скучно. Ну, и еще, знаете, мне кажется, если вот у кого-то аллергии, возможно, как у меня, там, на собак, на кошек, на шерсть, и мы как бы хотим их взять, но не можем, да? Ну, мы чем-то же другим можем помочь, например? Какая-то помощь вам нужна? Конечно, финансовая помощь всегда нужна, потому что лекарства, лечение в клиниках дорогой. Корм, да? Корм, конечно. Информационная помощь тоже очень хорошо помогает. Поэтому, друзья, если вы не можете себе кого-то взять домой, то вы можете помочь финансово, вы можете привезти корм, да, какой-то элементарный, пеленки. Пеленки, даже старые вещи, старое постельное белье – это всегда все очень много. Можно также приехать и погулять, допустим, с животными, с кем-то. Им очень в приюте не хватает общения, они больше всего от этого страдают. Собака – это же социальное существо, им нужно общение с человеком. Они некоторые просто… посмотришь в их глаза и понимаешь, что она вот просто ждет, чтобы кто-то погладил, чтобы ее погуляли, погладили, пообщались с ней. Ну, усну, посмотрите. Ну что, друзья, давайте по-настоящему будем человеками с большой буквы, будем относиться к нашим братьям меньшим, с уважением, любовью и с большой ответственностью, чтобы на улицах мы не встречали брошенных, обездоленных наших братьев. С вами была Жаргама Бадмая, вы смотрели «Новое утро», но, к сожалению, пришло время прощаться. Я надеюсь, что все-таки наши зрители, посмотрев на Варюшку и Люка, сейчас же позвонят по этому номеру и станут еще счастливее, да? Мы тоже надеемся, да? Все, всем спасибо, до свидания, пока-пока. Давайте попрощаемся, пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.